Это история о том, как в 2020-м я отказалась от мечты и искала работу. Чуть не стала кассиром в Дикси и прислужницей в монастыре. И мне было очень-очень страшно. Год до ковида я консультировала города и сел России в сфере благоустройства. Привлекла 200 миллионов федеральных денег в Ивановскую область. Собрала большую новогоднюю ярмарку в Суздале. Я запустила пупаплик Тори для детей в Ленинградской области. Я даже докладывала президенту Татарстана о том, как нужно развивать сельские территории. А потом случился ковид, и все замерло. И я видела, как людям вокруг стало страшно. Что не будет работы, денег на еду. Это такой всепоглощающий страх, от которого слепнешь и теряешь свой настоящий голос. Ощущение, что незачем жить. И он мне очень знаком. Я родилась в бедной семье, в деревне, где было известно, что положиться можешь лишь на корову, которая тебя кормит. Так жить нельзя. Я не знаю, откуда это. Я всегда чувствовала, что могу многое. Могу дать людям шанс выбраться, сделать что-то фундаментальное. Можно, конечно, ждать чуда. Но когда за всю историю оно случалось в нашей стране? Люди как люди, а меня угораздило спасать страну. Я начала искать проекты, в которых смогла бы масштабно влиять на население. Образовывать, просвещать. Лучший год для этого, правда? И я бы пошла, если бы за пять месяцев мне попалась на глаза хоть одна похожая на правду вакансия. Я очень злилась, что не могу ничего найти. А деньги заканчивались. И с каждым днем я понимала, что ищу утопию. Может устроиться на что-то простое и то, что в лоб, где не буду думать о том, что спасаю страну, буду просто работать руками. Здравствуйте, вот ваш заказ. До свидания. Сначала я откликнулась на кладовщицу в Дарксторе Перекрестка. Там нужно было собирать заказы для интернет-магазина. И оклад был 50 тысяч официального трудооформления. Обычно столько я трачу только на еду. Придется подвязать поясок потуже. Но мне пришел отказ на отклик. Такого я совсем не ожидала. Тогда мой бывший молодой человек Рома предложил все же поискать профильное. Покажите мне пальцем на того, кто слушает бывших. Придумала, что пойду в Яндекс.Такси рулить на машине. Я это люблю. И точка входа простая. Тогда подруга Ксюша, мой самый частый пассажир, сказала мне, что я пропускаю все повороты и вряд ли в состоянии кого-то привезти вовремя в аэропорт. И это правда. И откликаться на вакансию, если не знаешь, что не справишься, нельзя. Меня так учили. Мои запросы снижались. Я чувствовала, что мое резюме не в рынке, куда я хочу зайти. И здесь ход конем. Откликнулась на вакансию продавцом-кассиром в Дикси. И здесь оклад уже 28 тысяч. Я уже не думала, как буду жить на эти деньги. Мне принципиально было важно, чтобы меня просто взяли. На сайте была анкета с фотографией веселого кассира. Кто-нибудь видел там таких? И было написано, что это работа про стабильность и удобство. Это то, что нужно, подумала я. Я заполнила анкету. Печерский монастырь. Этот вариант хорош наличием времени на диалог с самим собой, простым крестьянским трудом, житьем в деревне. Тогда моя подруга Алиса, которая учит деток архитектуре, сказала, что это серьезный шаг, но хороший. И важно быть точно уверенной, что я попробовала все варианты. Тогда собирать вещи и просто приехать к стенам монастыря, постучать в ворота, попросить меня принять. Здесь я точно подумала, все ли я попробовала? Что, если мечта где-то рядом? Пролистала вакансии еще раз. Увидела ту, в которой что-то зацепило. Она называлась директор по развитию Яндекс.Практикума. И она как будто давно висела опубликованной, но я ее не видела. Может быть, потому что я сутками висела на сайте Дикси и проверяла свой отклик? Ладно, откликнулась и затем пошла собирать котомки в монастырь. И тут внезапно появились все те, кто так же, как и я, идут за своей мечтой. Команда Практикума. Миша Янович, Женя Лебедев, Ника Дмитриева, Сережа Нугаев и много-много кто еще и закрутилась. И вы могли догадаться, что до стен монастыря я так и не доехала. Я как будто где-то потерялась, а мечта нашла меня сама. Яндекс.Практикум меняет страну через образование. Мы обучаем новым профессиям и помогаем найти работу. Здесь таксист становится разработчиком. Кассир из Макдональдса – дизайнером. Грузчик – дата-аналитиком. За два года мы обучили несколько тысяч студентов, а тысячу из них трудоустроили. К нам приходят учиться и преподаватели вузов. Так мы делаем классическое образование актуальным. И много-много всего. Есть одна вещь, которую я поняла. Каждый может все, даже если страшно. И, кстати, Скалопечорский монастырь оказался мужским. Но это уже не важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.